Значит, начну издалека. Как относиться к журналистским расследованиям, которые все чаще и чаще появляются в медийном пространстве? Ну, давайте так. Коллегиально, вот по цеху, когда кто-то гонится за чем-то, у меня, например, друг, издатель, он оплачивал работу по внедрению журналистов, чтобы создали труд, то есть целую книгу нужно было написать в ультраправую сцену. Вплоть до того, что один из журналистов делал себе татуировки, чтобы быть за своего, его за своего принимали на подпольных встречах неонацистов. Проект длился два года, финансировался, платилась зарплата, каждый месяц присылались отчеты, что сделано, куда, писались тексты. И иногда, вы знаете, такие интересные вещи всплывают. У меня другой друг, не издатель, телевизионщик, например, поддерживал, тоже нашел спонсоров и поддерживал расследование журналистов, потому что политики делали вид, что ничего этого нету. Контрабанда сигарет из Украины в Евросоюз. Ну, то есть, там ситуация вообще простая и смешная. Известно, что существует сигаретная фабрика, известно, с точки зрения продаж сигарет и общего доступа к данным, с точки зрения налогов, можно почитать, сколько было выпущено продукции. Непонятно, как можно в три смены работать и продавать только 15% продукции. Где все остальное? Все остальное уходило в Европу. Контрабанда. И вот начали расследование, что за схемы, кто как провозит, как это все поставлено, как это функционирует. Да там не просто коррупция, там глубоко конспиративные, контрабандные семьи, которые годы занимаются одним и тем же. И прекрасно знают, что делать, если задержали. Вдруг, ну, подумаешь, один человек провалился. Ну, два. Ну, грузовик, который имел второе дно. И я к журналистским расследованиям отношусь нормально. Но в то же время я прекрасно знаю о журналистских расследованиях, когда это является спецоперацией спецслужб. И спецслужбы не брезгуют дать хорошее финансирование. В этом хорошем финансировании есть четкое задание, а давайте-ка наруйте. И вот здесь вот начинается проблема. Одно дело, когда действительно нарыли. Совсем другое дело, когда накидали. Это две разные вещи, хотя вроде инструмент один и тот же, лопата. И нарыть, попробовать добраться до истины. Ну, давайте так. Многие, кто бегают за супер темами, чтобы это было сториз, чтобы бестселлер, чтобы ты хотя бы продержался в СМИ на позиции в топ-3 хотя бы сутки. Получишь деньги, станешь известным журналистом, дальше пойдешь по пути. Это один путь. Второй путь – это действительно легче накидать. Ты знаешь заказчика, ты знаешь, что он хочет. И начинается фальсификация. То есть подгон того, что, ну, даже не раскопали, то, что лежит на поверхности, а дальше притягивание за уши под заказчика и создание какой-нибудь медийной бомбы. И в этом отношении появление вот этих центров, когда появляются журналисты, знаете, они себя чувствуют такими оперативниками. Но криминальная полиция в любой стране мира не может без свершения преступления заниматься делом. Это по закону, не их обязанности. И если есть какая-то идея, например, докажите что, не, не так чуть-чуть, должно быть преступление, а потом уже оперативники занимаются работой. И вот перенос вот этой оперативно-расследовательной деятельности, у нас же все в интернете есть, практически все, перенесли на журналистов. Но я так скажу, не все те журналисты, которые, например, начинают раскачивать лодку социального напряжения. Они вообще не журналисты. Да, нужно освещать некоторые вещи, да, нужно фотографировать, выставлять. Да, я все понимаю. Но когда ты видишь, что кроме этого коллеги ничем другим не занимаются, то ты четко понимаешь, что их фронт работы заключается не в сборе данных здесь и сейчас, а непосредственно в расшатывании ситуации, а не выполняют чей-то заказ. И этот заказ довольно мерзкий, если это связано с гражданским неповиновением. Например, Китай. Там катастрофа была, когда начали раскачивать, кто стоит за раскачкой. Да, англичане, Гонконг, англичане, Гонконг, англичане, Гонконг еще раз. Вплоть до того, что танки по кругу ходили, вспомните это. Почему некоторые спецслужбы злоупотребляют журналистами? Мне кажется, это уже логично, потому что это не журналисты никакие, это люди, нанятые на работу, которые в интернет-пространстве выполняют оперативно-следственные мероприятия по заказу. Зачастую они их сами и создают, не зная об этом, и потом пробуют выдать себя за журналистов. Нет, это злоупотребление, понятно, журналистика. А теперь это я издалека начал. А теперь к вопросу, а к чему это я все? Да очень просто. Никому неизвестная до силы организации только узким людям, интересующимся действительно какими-то такими скандалами. И я посмотрел, вы знаете, как-то в прессе о них такая тишина была. Есть группа людей, которые занимаются журналистскими расследованиями и в своих поисках, где бы покопаться. Например, у них, у этих журналистских расследователей, Investigation Journalismus, у них, например, есть очень интересная статья о том, как в Южной Африке немецкий телеком, концерн, который занимается телекоммуникацией, интернет, мобильная связь, оборудование, установка этого оборудования, сопровождение, оказывается, долгие годы давал взятки. Притом телеком имеет часть денег государственных. То есть это государственный концерт с государственным контролем. Занимались тем, что в Южной Африке давали взятки. Ах, как вы меня удивили. Но, дорогие радиослушатели, я об этом раньше не знал, пока я не обратил внимания вообще на эту конторку. А ей, оказывается, не придавали громкости. А тут вдруг во все колокола зазвонили. Сегодня об этой конторке, в которой раньше работало 20 человек, а на сегодняшний день работает 60, и финансирование у них очень специфическое. Я нашел в интернете, что у них объем продаж составил, ну или, скажем так, наверное, это все-таки оборотный капитал, 2 миллиона 360 тысяч евро, 603 евро даже точно. Это на 2019 год последняя информация. Еще раз, 2 миллиона. Групка журналистов что-то расследует. Вот вы захотите что-то расследовать, найдите финансирование. Вы придете к главвреду, которому расскажешь, он скажет, ну ок, свободное от работы время, потом дам тебе премьеральное. Ну, например, так было в старые добрые времена. Но мы же знаем, как делали вот эти видео на коленках, как нанимали людей. Мы знаем, как через заборы перелазим. Все это уже проходило. И вот новая организация, называется Корректив, ее очень легко найти, кому интересно, посмотрите. Recherchung für die Gesellschaft. Поиски для общества. Выпустила очень интересный документ. И вчера, когда они писали о том, что государственное, ну или с государственным капиталом компания телеком раздает взятки, поддерживает коррупцию в Южной Африке, об этом никто не знал. Притом было это в начале сентября. Когда они писали о том, как злоупотребляют детским трудом в Парагвае, никто не знал. Когда о том, что, например, немецкие институты, которые занимаются научными исследованиями, в то же время поддерживают национальную безопасность. Китай об этом тоже никто не слышал. Подумаешь, они расследовали. Но сегодня их распиарили, их раздекламировали. Почему? Потому что они выпустили документ. Документ под кодом «Россия-Украина». Вдумайтесь, Россия-Украина. И дальше название. «Газпром-лобби». Короткая пауза. Вернемся через несколько секунд. «Газпром-лобби» в рубрике «Россия-Украина». Ну, что можно сказать об этих друзьях? Опасные ребята. Опасные ребята. И это действительно большой труд. То есть я понимаю, что они имеют финансирование. Я посмотрел фонды, в которых они получают финансирование. Ну, пойдите, получите, например, финансирование от Фейсбука. Я вас поздравлю, если вы получите финансирование от Фейсбука. Я вас поздравлю, если вы вдруг получите финансирование от фонда Шёпфлина. Если вы получите Рудольфа Аукштейна финансирование. Фонд Открытого общества. И как только я это прочитал, все я сразу понял. Фонд Открытого общества. Дорогие друзья, господи, где же я это слышал? Все тогда сразу в порядке, понимаете? Тогда запахло сразу Соросом. Вот он, дорогой мой, вот ушки не спрятал. И если вы получаете одновременно деньги из Фейсбука, если вы одновременно получаете от Сороса деньги, то сразу становится все понятно. Тогда что вы исследуете, как вы исследуете и кому вы принадлежите? Соответственно, все остальные в интернете стоит полностью, кто их финансирует, в том числе и государственное немецкое финансирование есть у них. Соответственно, насчет того, что ребята абсолютно свободные журналисты находят финансирование во внешних источниках, но я не помню, чтобы Сорос просто так давал деньги. Вот, честное слово, не помню. Всегда за этим стоит какой-то четкий умысел. И вот их новый документ. Кто же из немецких политиков, менеджеров, адвокатов, также вообще функционеров поддерживал идеи русского газа в Германии? Вопрос, а зачем такой документ вообще нужен? То есть составить список кого? Расстрельный список или чем вы занимались? Существовала политика Германии, в которой Германия покупала стабильно газ. Что в этом было плохого? Мало того, никто никогда законодательно не запрещал это делать. Это соответствует всем нормативам. И по этим нормативам Россия еще и играла по принципам Европы. То закон попишут по английскому праву, то учредят фирму, которая должна быть на территории Германии. То есть все в рамках закона. И теперь создается список, в котором высвечивают людей, занимающихся этой деятельностью. Ведь если вы учреждаете юрлицо в другой стране, то, конечно, вам нужна профессиональное юридическое сопровождение. Конечно, устав нужно прописать. Конечно, вы должны пойти к нотариусу. И я по опыту говорю, как правило, ходят к нотариусу, которого знают и который ближе всего, и который тебе по звонку даст запись. Потому что иногда к нотариусу или к адвокату можно ждать и месяц записи. Поэтому те, с кем годы работаешь, тем и работаешь дальше. И в случае, когда вдруг выкладывается список полностью юристов, адвокатов и политиков, Ух ты! Замечательно! И дальше полностью весь список, в том числе, мне очень понравилось. Значит, например, «Газпром в Саксонии». И полностью, как, где «Газпром», кому и где дают деньги, кто, когда был основан, какие лоббистские организации. Среди лоббистских организаций, например, назван «Дочь русиши форум», «Немецко-русский форум». Так, постойте, постойте, постойте. Я думаю, ну «Немецко-русский форум», конечно же, это лоббистская организация, которая занималась лоббизмом идеи немецкого и русского добрососедства. Они лоббировали именно добрососедство, что в этом плохого? Ну, у них, так знаете, так все подобрано, все красиво. И я думаю, дай-ка я почитаю документ. А в документе стоит, что под видом лоббирования добрососедских отношений и дружбы на самом деле лоббировались интересы «Газпрому». Я даже знаю, почему. Наверное, «Газпром Германия» выделял деньги на определенные мероприятия, которые делал немецко-российский форум. Знаете, например, приглашаешь ты журналистов, опять же, о журналистах, о коллегах по цеху. И никто к тебе не приходит. Ты думаешь, господи, у меня же такая тема интересная. Ядерный реактор, томогавк, там альфа-частицы разгоняются до неимоверной скорости. Это же прорыв человечества. Мы теперь будем свободны. Нам не нужна нефть. Мы наконец-то овладели энергией. Мы сможем летать к братьям по разуму. А у тебя нет одного человека на пресс-конференции. Обращаешься к волкам журналистики и спрашиваешь, ребят, что делать? Обращаешься к пиарщикам профессиональным. Говоришь, ребят, что делать? Ну, никто не пришел на конференцию. У меня же тут четыре профессора со всей планеты. Все четыре мобильских лауреата. Ни одного журналиста не пришло. Тема невзрывная. Они говорят, господи, ты напиши просто, что после будет пресс-конференции обязательно фуршет. Я говорю, так у меня денег нет на фуршет. Они говорят, ну так найди деньги на фуршет. И когда у тебя есть итоговый документ, конечно же, все знают, что такое постпресс-конференционный фуршет или буфет до, когда ты просто пьешь кофе, у тебя есть вода. На это нужно найти деньги. И вот Госпом Германия, конечно же, выделял деньги на определенные проекты, в том числе и на содержание финансирования, связанных с футбольным клубом в Германии. Конечно. Притом с точки зрения налогообложения, у тебя есть часть налога, которую у тебя государство забирает. И ты из того, что у тебя государство забирает, имеешь право взять часть и профинансировать какие-то культурные проекты. Все равно это забрало государство. В данном случае немецкое государство забирало у «Газпром Германия». И, конечно, это нормально, если финансировались какие-то культурные проекты, в том числе выступления писателей, просмотр фильмов Тарковского, например. Это тоже нормальные вещи. Но теперь ты находишься в списке лоббистов, оказывается. И немецко-российский форум, понимаете, там все-все написано. Мне бы все понравилось. Например, ЦДУ, это ХДС, это партия Меркель, в Саксонии тоже в списках. Почему? Потому что Михаил Кречман, это министр-президент Саксонии, неоднократно говорил и выступал по поводу того, что нужно все-таки не отказываться от российского газа. Напомню, что Кречман, как министр-президент Саксонии, четко понимает повестку. И в Саксонии ситуация простая. Если он не будет об этом говорить, то не будет его больше в кресле министра-президента. Почему? Потому что там настроения такие. Саксония является, ну не знаю, землей, которая может выйти из состава Федеративной Республики Германии, я не знаю, там, ближайшие 15 лет, если ничего не изменится. Потому что им надоело постоянное преследование со стороны неогестапо, я их называю. Это служба защиты конституции в Германии, которая открыто говорит, что представляет опасность и очень тревожные признаки. Например, члены партии «Альтернативы для Германии», которые имеют российскую повестку. Да нет там российской повестки. Они говорят о Газе. И Кречнер, он из ХДС, из Христианского демократического союза. Он у них тоже, в данном случае у этих, корректив. Орг находится в списке лоббистов. Вау! Дальше второй. Бывший бундесминистр по защите окружающей среды. Ох, дорогие мои. Бывший министр-президент Баварии, Штойбер. Помню его, когда такая яркая личность политическая лет 15 назад сиял. Прям все думали, что он будет канцлером. Его обошла Меркель тогда. Бывший министр-президент Саксонии снова. Дальше идут какие-то менеджеры, адвокаты. То есть политики и лоббисты. Заклинили. Остается у нас последняя минута. Успеваю. А вы знаете, что страшно в этом? Вот эти политики, они так и останутся политиками, ничего страшного нет. Но этот список имеет и второй подсписок. Маленький-маленький, где серыми буквами кое-что написано. И вот этот серый список, это уже не служба журналистов. Это уже идет травля и охота за теми, кто лоббирует интересы индустриальной мощи или постоянных, по постоянной цене закупок газа из России. Травля началась с помощью тех, кто называет себя журналистами и берет деньги у Цороса. Писатель-публицист Владимир Сергеенко. Программа «Еврозона» слушайте уже в следующие выходные.